Глава девятая Дым становился таким густым, что наступала ночь и вставала луна, сбитая с толку сумерками, что отнюдь не лучшим образом отражалось на сельскохозяйственных культурах, в особенности на горохе и подсолнечнике. Его нередко принимали за вулкан, и тогда на него лезли альпинисты или за паровоз, и в него пытались сесть пассажиры. Близорукие утверждали, что он дракон, а дальнозорки, что дьявол. На самом деле, ни то, ни другое. Он просто был дым-дымочем. Из-за него случались страшные катастрофы, что верно, то верно. Если дым-дымоч находился где-то поблизости, невозможно было не отправиться в плавание, не сделать фотоснимок, не почитать газету. Пожарники так часто тренировались на нем тушить пожары, что окончательно его погасили. Полагаю, теперь он все время купается, а ему кидают головешки. Вполне вероятно. Грузовик мчался с головокружительной скоростью. Двигатель урчал, как разомлевший тигр. Машина обгоняла все автомобили. Водители крутили указательным пальцем у виска и поливали канцлера руганием. А он сохранял спокойствие. Лишь однажды он открыл рот и объявил, что заблудился и не имеет ни малейшего представления о пункте прибытия. Путешественники решили разузнать все как следует на ближайшей заправочной станции. Меж тем дорога расчистилась, никто кроме них не ехал по нескончаемой ленте. Они обогнули гору, перебрались через широкую, как море, реку, пронеслись через узкое ущелье и выехали на равнину. Никакой заправочной станции и в помине не было. Канцлер тихо молился. Вдали показались дома. Один из указателей гласил. Рим снизит скорость. «Я понял, где мы?» – воскликнул канцлер. «В этом городе я знаю каждого встречного и поперечного». И не успел грузовик притормозить напротив почты, как неизвестный прохожий издали приветствовал у канцлера. «Как вы живете, губернатор?» «Прекрасно. А вы?» «Отвратительно. Доктор велел ложиться на операцию. Шансов мало. Прощайте, губернатор». Какая-то женщина, рыдая, припала к плечу старика. «Дедушка, у меня несчастье. Альбертина умер. Получание осталось недолго. Альфредо продолжает играть. Я все слезы выплакала». «В здании почты к старику обращались иначе. Начальница почтового отделения, назвав его милордом, заламывая руки, поведала, что пенсия еще не пришла. Охранник нарек его комиссаром и показал свои шрамы. Цветочница била себя в грудь, рассказывая душераздирающую историю об агонии мужа, а четыре консьержки наперебой предлагали пощупать их гванды. За канцлером следовала по пятам разбухающая толпа. «Бежим!» – встревоженно шепнул пьяница. И они на полной скорости покинули Ригину. «Вы пользуетесь огромной популярностью», – отметил Джонатан. «Они либо совсем не знают меня, либо очень плохо. Это я их знаю. Всех. Знать всех – тяжкий крест. Но разве можно остаться безучастным к их страданиям? Я сам такое пережил. Поверьте, уж лучше быть знаменитым». Темнело. Электрические фонари вдоль шоссе вдруг зажглись, как по камане. «За нами гонятся», – заявил канцлер. Он нажал на газ, но автомобиль, отражавшийся в боковом зеркале, не отставал. Началась отчаянная погоня. Неожиданно трезвый канцлер вел с поразительной ловкостью. Он вписывался в крутые виражи, вилял, увеличивая метр за метром расстояние между двумя машинами. Чахлые альпийские кустики сменились тропической растительностью. После очередного резкого зигзага слон ощутился на дороге, окаймленной деревьями. Грузовик ломал нижние ветки, словно дикое животное. Канцлер выключил двигатель и потушил фары. «Остается только ждать. Нам все-таки удалось от них оторваться». Ночь сгустилась. Стрекотание насекомых заглушилось быстро к приближающимся флэрканем автомобиля. Преследователи не отставали. Канцлер снова включил фары. Роуз-ройс цвета охры стал рядом с грузовиком. Из него выпрыгнул шофер в парадной форме, в фуражке и белых перчатках, и поспешно открыл заднюю дверцу. Из нее появилась ослепительной красоты молодая женщина в горностаевой шубе и широкоповой шляпе. Странно вывернутая правая нога заканчивалась тяжелым ортопедическим ботинком. Канцлер радостно крикнул. «Кофея!» Бросился ей навстречу и обнял ее. «У нее сборят чулки!» Костатировал ангин. «Все, что она накладывает на лицо, портит кожу. Помада липкая, как варенье, губы не разлепить. Полное ощущение, что на веках у нее не голубые тени, а синяки после боксерского матча. И коленки у нее целлюлитные, просто стыдобища могла бы их прикрыть. Еще двойной подбородок и мешки под глазами. Без лифчика с такой грудью ей ходить не стоит. Утром на нее наверняка страшно смотреть». Шофер занял положенное ему место за рулем и безучастно дожидался окончания встречи. Канцлер с Кофеей под руку подошли к грузовику. «Принцесса, это Кофея, та самая!» Он обернулся к Джонатану. «Кофея – моя старинная приятельница. Кофея – не настоящее имя, но она дочь кофейного магната и тоже немного принцесса». Кофея любезно улыбнулась Джонатану. Потом пошарила сумочки из крокодиловой кожи, вытащила оттуда шоколадку и протянула ангине. «Возьми, девочка!» Прознесла она с легким американским акцентом. «Мерси, мадам, я мухам отдам!» Но Кофея не услышала. Она продолжала. «Непросто было вас догнать. Я никогда не простила Бевергилию. Это мой шофер. Если бы он вас упустил. Я так счастлива, дорогой мой Санта-Клаус. Думала, что больше вас не увижу». «Я вам теперь не нужен. Вы ведь замужем». «Да, но если бы вы знали, как мне грустно. Мой муж Смаркеш – бандит, пират, грабитель. У него нет ни сердца, ни мозгов. Запах денег сводит его с ума. Он людоед. Он съел столько же инкассаторов, сколько волос у меня на голове. Его любимый десерт – кошелек, посыпанный золотом. А спит он в пижаме из купюр. Я полагала, что он влюблен в мое состояние, а он был влюблен в меня, что еще хуже. Он запирает меня в своем сундуке, натирает до блеска, переводит меня в акции, пересчитывает меня, оценивает, обесценивает». Кофе расхохотался. «Помните Дженни? Она так мечтала выйти за миллионера и своего добилась. К несчастью, она поторопилась. Ему было миллион лет. Старая развалина без гроша. И пришлось зарабатывать ему на лекарства и кашу. Бедняжка Дженни, Вергелий шампанского, отметим нашу встречу». Шофер разложил небольшой столик, поставил на него несколько бутылок в ведерках со льдом и три хрустальных розовых бокала. Налил шампанское. Кофея произнесла первый тост. «За Санта Клауса!» Ангина, которую не удосужились налить, убежала. Кофея попыталась ее остановить, но канцлер ее удержал. «Бросьте! Сама вернется!» «Малышка меня недолюбливает. Жалко, что я ей не нравлюсь». «Вы слегка, то есть немного, то есть чуточку преувеличиваете». Настала очередь старика поднять бокалы за кофею, потом Джонатан выпил за ангину. Потом беспорядочно за всех присутствующих. Потом компания продолжила банкет в Роллс-Ройсе со всеми удобствами. Шофер прислуживал по высшему разряду. За первой порцией бутылок последовал импровизированный ужин. Черная икра, куриное заливное, мороженое. Из динамиков ливась приятная музыка. Джонатан в полудреме следил за нескончаемой беседой двух друзей. «Какая странная девочка вас сопровождает, Санта-Клаус». «Наоборот, это я ее охраняю». «Она действительно принцесса?» «Разумеется. Она столь же богата, как вы. Даже состоятельнее. Ее казна находится в грузовике. Только это секрет». «Вы не боитесь воров?» «Да дрожи в коленях. Посмотрите внимательнее. Я изумрудно-зеленого цвета, а вчера был малахитового оттенка». «А это кто с вами?» «Он с нами недавно. Мы подобрали его из жалости. Несчастный упал и поранился. Но он нас не обременяет». «Вы из-за казны так торопитесь?» «Да, и по причине угрожающего нам заговора. Я боюсь за принцессу. Герцогень Бисквитти и Марграф де Грювир способны на все. Их тщеславие неуемно, их средства неограничены, а ненависть безбрежна». «Королевство большое? Где оно находится?» «На карте. Единственное, что я могу сказать, это что в речи там употребляют меньше галицизмов, чем где бы то ни было. Зато там поют песни без начала и конца». «Спойте мне какую-нибудь. Так хочется послушать». «Хорошо, так приглушите музыку». Шофер повернул ручку, и канцлер запел. «Вы изрядно потолстели, но пакетик храмели, Но пакетик карамели От меня примите в одар. Что ж, придется потрудиться, Надо вам порхать, как птица, Надо вам порхать, как птица, Чтобы добраться до конфет». «Джонатан вежливо похлопал, А кафея пришла в восторг. Потрясающе! Если вы приедете в Нью-Йорк, То заработаете много денег. Директор самой крупной фирмы, Грам-записи, мой друг. Он удивительно, невероятно, Симпатичный человек. Он вам обязательно понравится. Он смеется, как вы. Приезжайте, Санта-Клаус!» «Мне нужно завершить свою миссию, кафея, А потом посмотрим. Заметьте, что ваша реакция Не оказалась для меня сюрпризом. Я великий певец. Смир обожает мое исполнение, Но выступаю я редко. Меня слишком сковывают комплименты». «У вас восхитительный голос! Настоящий!» Канцлер заревел И принялся крушить Один за другим хрустальные бокалы. «Я неправда! Я настоящий! Фальшивый! Слушайте, фальшивый! Но чтобы сфабликовать его, Я долго старался, Во мне нет ничего настоящего. Даже бородавки у меня искусственные. Все продумано, отработано, подделано. Я не какой-нибудь второсортный лжец. Я первоклассный!» Кафея принесла свои извинения. Шофер убрал осколки И заменил бокалы. Джонатан воспользовался суматохой, Чтобы уйти. Погуляв под деревьями при свете фар, Он оперся о ствол каштана И принялся соделать с звездой. «Вам тоже нехорошо?» «Наверное, я объелся мороженым». «А я выпила слишком много красного». Джонатан подпрыгнул. «Вы пили красное вино?» «Я позаимствовала бутылку у канцлера. Я ненавижу старуху, которая вас пригласила. Мне стало скучно. Я напилась, теперь меня тошнит». Джонатан сел на землю. «Располагайтесь, принцесса! Постарайтесь уснуть, и вам полегчает. Положите голову не на колени». Ангина улеглась, Ее дыхание выровнялось, И она уснула. До Джонатана Донеслась вновь зазвучавшая музыка. Он закрыл глаза И тоже погрузился в сон.